В эфире новости. В студии работает Асяль Айдар. Здравствуйте. Коротко о главных событиях сегодняшнего дня. Спорт в регионе развивается активными темпами. В области открыли 10 новых спортивных объектов. В семье возбуждено уголовное дело в отношении воспитательницы, которую родители обвиняют в том, что она подняла руку на ребенка. Срок подачи декларации о доходах завершился 16 сентября. Банковские счета тех, кто не предоставил налоговый отчет, будут заблокированы. В рамках национального проекта «Здоровая нация» в области Абай особое внимание уделяется развитию массового спорта. Наши земляки занимают призовые места на различных спортивных соревнованиях. На брифинге в службе центральных коммуникаций глава региона Нурлан Уренхаев с гордостью ответил, что наши борцы в пятый раз становятся обладателями титула «Казахстан-Бараса». В области растет число граждан, систематически занимающихся спортом. Сегодня их количество составляет 42%. С момента создания области в регионе открыто 10 спортивных объектов. В рамках проекта «Алан» при поддержке УЕФА проведена реновация футбольного поля центрального стадиона Аягузского района. До конца года за счет спонсорских средств в Урджарском районе планируется открыть 5 спортивных залов. В области ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, трех плавательных бассейнов, спортивного модуля, а также спортивно-досугового центра и стадиона. Кроме того, в областном центре начнется строительство стадиона на 12,5 тысяч мест. Срок реализации проекта – 4 квартал 2026 года. За счет средств фонда «Самбург Казна» и местного бюджета планируется начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Шахтар города Семей с объемом инвестиций более 2 миллиардов тенге. В происшествии в одном из дошкольных учреждений Семея. Со слов родителей, воспитатель била их детей. Бутагусь Дандыбаева разбиралась ситуацией. Несколько дней назад в редакцию нашего телеканала обратились жители города Семей. Они рассказали, что их дети стали жаловаться на причинение физического вреда со стороны воспитателя дошкольного учреждения. За незнание букв и другой программы. Собравшись вместе, родители решили пойти в администрацию садика и потребовать видеозанятий. Посмотрев записи с камеры, они обратились в полицию. В связи с происшествием в мини-центре проводится служебная проверка. В настоящее время грубое поведение воспитателя рассматривается на Совете по педагогической этике при детском саду. Воспитателю объявили строгий выговор и временно отстранили от работы. Что касается ребенка, никакого вреда его здоровью не причинили. Ребенок продолжает ходить в детский сад. Заведующие детского сада также объявили строгий выговор за ненадлежащее осуществление контроля. Сама воспитатель оправдывается тем, что она случайно махнула рукой. Тем не менее, все объяснительные с нее взяли. В нашу редакцию родители отправили и небольшой видеоролик с занятий. Соответствуют ли слова воспитателя этому видео, вы можете судить сами. Поскольку досудебное расследование все еще продолжается, мы не можем обнародовать ни название детского садика, ни все детали дела. Но мы все-таки направили запрос в городскую прокуратуру, и сейчас представители органов власти дадут нам небольшой комментарий. Как нам сказали в прокуратуре, с заявлением в полицию обратились 8 родителей. 31 октября 2024 года на основании обращения 8 родителей возбуждено уголовное дело по статье 140, часть 2 Уголовного кодекса. Дело на настоящее время находится в производстве Центрального отдела полиции. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Иные данные в интересах следствия на основании статьи 201 Уголовного процессуального кодекса не подлежат разглашению. Сколько времени займет досудебное расследование, пока что сказать сложно. Однако позже об итогах дела нам также расскажут в прокуратуре. Бутагоз Дандыбаева, Анатолий Тернов, Нурлан Урозалин, Телеканал Семей. Несмотря на то, что прием декларации завершился 16 сентября, остались граждане, которые все еще не представили свою налоговую отчетность. Тем, кто не представил декларацию, будут блокировать банковские счета. О том, как этого избежать, расскажет наша коллега. В 2024 году начался третий этап всеобщего декларирования. Декларацию по форме 250 сдавали руководители и учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Вступившие на первом и втором этапах всеобщего декларирования работники государственных органов, квази-государственного сектора представили декларацию по форме 270 о доходах и имуществе. Срок представления декларации истек 16 сентября, но на сегодняшний день имеются у нас граждане, которые данные обязательства не исполнили. По таким налогоплательщикам направлены уведомления о непредставлении налоговой отчетности в срок, установленный налоговым законодательством. Всего декларацию по третьему этапу должны были представить свыше 60 тысяч представителей бизнеса и их супруги. Из них только 54 тысячи выполнили свои налоговые обязательства или порядка 90% от общего количества декларантов третьего этапа. Лицам, не представившим декларацию, направлены уведомления о непредставлении налоговой отчетности в срок, установленный налоговым законодательством. По области Абай было направлено более 6 тысяч уведомлений. После его получения у граждан есть 30 рабочих дней, чтобы предоставить декларацию или пояснение. И налогопотечники, которые будут получать данное уведомление, должны будут устранять данное нарушение путем представления декларации либо пояснения, что они не являются участниками третьего этапа всеобщего декларирования с указанием обоснованной причины в течение 30 рабочих дней. Если после этого граждане наши не представят данную декларацию, то в отношении их применяются меры по приостановлению расходных операций по банковским счетам согласно подпункту 1.1 ст.118 НК. Чтобы не допустить блокировку счетов, необходимо исполнить уведомления до истечения срока его исполнения. Семейчане могут предоставить декларацию в электронном виде, используя кабинет налогоплательщика, портал электронного правительства и мобильные приложения ЕСАЛАХ Азамат, ЕГОФ Мобайл и Банка второго уровня. 7 ноября в городе Семей прошли антитеррористические учения. В ходе учения отрабатывались действия по готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к реагированию на различные угрозы террористического характера. Учение прошло в различных районах города и включало в себя моделирование различных сценариев нападений с участием сил безопасности экстренных служб и представителей местных властей. Особое внимание было удивлено взаимодействием между различными структурами и оперативному обмену информацией. В ходе учения будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении. Просим жителей и гостей областного центра отнестись пониманием к данным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, а также выполнять законные требования сотрудников полиции. Ко Всемирному дню науки в Медицинском университете Семи прошла Республиканская научно-практическая конференция молодых ученых «Современные достижения молодых ученых в медицинской науке и здравоохранении». Подробности в сюжете нашего корреспондента. В конференции принимают участие молодые ученые медицинских вузов и факультетов нашей страны, профессорско-преподавательский состав, а также обучающиеся резидентуры, магистратуры, докторантуры. Работа конференции прошла по трем секциям – исследования в области здравоохранения, тенденции и достижения, синтез традиционных методов и новейших технологий в терапевтической практике и актуальные вопросы хирургической практики и науки. «Нужно отметить, что в настоящее время со стороны главы государства, правительства уделяется большое внимание развитию науки в Республике Казахстан. Реализуются грантовые, то есть проводятся конкурсы на грантовое финансирование, грантовое исследование. Помимо этого, также самими высшими учебными заведениями выделяются средства на внутренние стартапы. В настоящее время в Министинском университете семей реализуются 13 проектов в рамках грантового финансирования. Планируется выполнение большой работы в рамках проекта целевого финансирования, 6 проектов в рамках внутренних стартапов». В работе конференции приняли участие около 200 молодых ученых. Конференция молодых ученых – это важное событие, которое предоставляет платформу для обмена знаниями и опытом, рассмотрения актуальных вопросов, новейших исследований, разработок и достижений в области медицины и здравоохранения. «Я считаю, что это уникальная возможность обмена общими идеями роста и поиска на пути образования и науки. Подобные мероприятия показывают, что у нашей страны есть молодые люди, которые увлечены наукой и у которых имеется новаторское мышление и светлое будущее». Особое внимание было уделено современному состоянию системы здравоохранения, медицинского образования и организации медицинской помощи в условиях глобальных вызовов, последним достижением в области исследований в сфере медицины и развитию современных подходов в сохранении здоровья. Участники конференции отмечают об особенностях Всемирного дня науки. Всемирный день науки World Science Day отмечается ежегодно 10 ноября с целью повысить осознание общественности во всем мире в пользу науки, а также служит напоминанием международному сообществу о необходимости использования научно-технических достижений в интересах мира и развития на благо человеческой цивилизации. Важно отметить, что Медицинский университет семьи на постоянной основе проводит мероприятия, направленные на повышение квалификации сотрудников, обмен опытом между ведущими университетами мира и улучшение качества образования. Маляка Мухтарова, Анатолий Тернов, Телеканал Семей. В Семее разрабатывается дендрологический план. Это отследит количество посаженных деревьев, их вид, возраст и состояние. План является важным шагом к эффективному управлению зеленым фондом города. Договор о разработке дендроплана Семея заключен с компанией «Горсвет» 3 сентября текущего года. Также между «Горсветом» и «ТО» заключен лицензионный договор на объект интеллектуальной собственности Едендра. Программа представляет собой уникальный инструмент для эффективного управления зеленым фондом города. Также в ходе обследования будет составлен паспорт каждого дерева. Разработка документа позволит городским властям более эффективно контролировать состояние зеленых насаждений. Отметим, Семей стал пятым городом Казахстана, разработавшим дендрологический план после Астаны, Алматы, Павлодара и Куркшетал. В Семее продолжаются мероприятия в рамках отбора в школу молодых государственных служащих. Сотрудники филиала агентства по делам государственной службы по области Абай поделились опытом встречи с молодежью. Это второй отбор в школу молодых государственных служащих. Три выпускника, завершившие первый поток проекта, в настоящее время трудятся на государственной службе. Данный проект помогает молодежи развиваться в сфере государственной службы, поэтому проведение разъяснений заинтересованным студентам – одна из основных задач проекта. По поручению председателя агентства по делам государственной службы в регионе реализуется проект «Школа молодого государственного служащего». С целью повышения интереса к государственной службе проводятся встречи со студентами четвертого курса. Мы рассказываем, что такое государственная служба, какими полномочиями обладают госслужащие, каких принципов они придерживаются и так далее. Государственная служба – это ежедневный поиск новой информации, постоянное саморазвитие. Поскольку при работе необходима разносторонность и умение оперативно анализировать, молодые люди должны быть конкурентоспособными. Это динамика, скорость, с которой происходят изменения в нашем окружении. Те знания, которые вы получаете в четыре года, через год уже устареют морально. В последующей жизни, которая вам предстоит взрослая, ответственная, вы будете находиться в постоянном поиске новых знаний, в постоянном поиске новых возможностей, которые повысят вашу конкурентоспособность. Следует отметить, что студент, претендующий работать на государственной службе, может поступить без прохождения государственного теста, если его средний балл выше 3,33. В областном историко-краеведческом музее открылась выставка археологические находки семейского региона. На ней выставлены артефакты, найденные во время исследований в регионе за последние 40 лет. До 1984 года исследования в нашей области проводились не так активно. Лишь только непрерывная работа, проводимая последние 40 лет, принесла бесценные находки. В открытии выставки приняли участие археологи, краеведы и студенты высших учебных заведений города. Помимо экспонатов, найденных археологами, на выставке из более чем трех тысяч экспонатов были представлены предметы, случайно обнаруженные жителями области в разные периоды времени. У нас есть экспонаты, начиная с бронзового века и заканчивая каменным веком. Они находятся в фондах музея. Мы думаем, что это будет очень интересно нашим гостям, ведь экспонаты представляют собой артефакты, передающие информацию тысячелетней истории нашего региона, области Абай, культуру людей, живших в те времена. В 2021 году были начаты исследовательские работы на территории Айагоского района. В 2022 году экспедиция обнаружила на глубине трех метров от кургана золотые украшения и кости хищной птицы, датируемые X-XIX веками до нашей эры. В 2023 году эти экспонаты были переданы в областной историко-краеведческий музей города Семей. Золотые изделия доказывают, что в Железный век уже существовали прекрасные ювелиры. В ходе Тарбогатайской экспедиции было открыто 200 курганов. В результате исследований было обнаружено более трех тысяч золотых изделий, датируемых VIII-VII веками до нашей эры. Древняя посуда вызвала большой интерес у горожан. Тем не менее, те экспонаты, которые представлены на выставке, очень интересны. Для меня впервые я вижу. Керамическая посуда, металлические изделия, которые относятся к эпохе III тысячелетия, II тысячелетия до нашей эры. Это андроновская культура, это культура сарматов. Обычно сарматские находки связаны с западным Казахстаном. Но сегодня я обнаружил, что у нас тоже в Бескарагайском районе был распахан курган, но потом это был аварийный курган, работали археологи, нашли артефакты, которые атрибутировали как предметы сарматской культуры. Стоит отметить, что выставка археологических находок работает до февраля в областном историко-краеведческом музее города Семей. С 1 по 7 ноября в Семее прошел командный чемпионат Республики Казахстан по Тогас-Кумалаху среди юниоров и молодежи. На сегодняшней церемонии закрытия были награждены победители и призеры. Тогас-Кумалах – уникальная национальная игра с богатой историей. Впервые в областном центре проводится республиканский чемпионат по этому виду спорта, который объединил спортсменов из Астаны, Алматы, Шымкента и всех 16 областей страны. Основная цель проведения первого чемпионата по Тогас-Кумалаку в области Абай, что станет важным шагом для пропаганды и развития этого спорта в регионе. Благодаря усилиям по популяризации Тогас-Кумалака среди молодежи нам удалось организовать это значимое мероприятие, собрав участников со всех уголков Казахстана в Семее. В соревнованиях не было слабых команд. Все участники прибыли с хорошей подготовкой. В интеллектуальной игре приняли участие сильные и сообразительные мастера из разных регионов страны. Был же старый раз на чемпионате. В этом чемпионате я участвовал в молодежной категории и моя команда заняла первое место. Я занимаюсь Тогас-Кумалаком с третьего класса. В этой игре важны не только быстрота мыслей, но и глубокая логика, а также фантазия. Математика играет ключевую роль. Мне нравится анализировать ходы, готовиться к соревнованиям и разрабатывать стратегии для победы над соперниками. К этому чемпионату мы готовились очень долго и усердно, чтобы достичь какого-то результата. И мы его достигли. Я занимаюсь Тогас-Кумалаком четыре года. Он интересен тем, что развивает мои интеллектуальные способности. И вообще сама по себе игра очень интересная. Я занимаюсь Тогас-Кумалаком с 2018 года и уже стала пятикратной чемпионкой. Сегодня мы заняли второе место с нашей командой. Надеемся, что в следующий раз подойдем к чемпионату с еще более хорошей подготовкой и займем первое место. Спортсмены, показавшие лучшие результаты в игре, были награждены медалями и кубками. Национальная игра казахского народа Тогас-Кумалак активно развивается в нашей стране. Аселя Айдара, Райла Малиханова, Ерцк, Ущерхан, Телеканал Семей. И это были все новости на сегодня. С вами была Аселя Айдар. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Аселя А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова